Гриль Redmond 807 – это и гриль, и духовка, и барбекю одновременно. Книга рецептов и приложений «Готовим с Redmond». 7 автоматических программ, нагрев до 240 градусов и прочное антипригарное покрытие. Выкладывай мясо, а гриль сам определит его толщину и прожарит все равномерно. Только 10 дней скидки на любой гриль Redmond аж 35% по промокоду STARK. Подробности в описании. Не знаю, следите ли вы за последними событиями в Сирии. Заявление Трампа о том, что они срочно выходят из этого конфликта, осталось как бы незамеченным. На самом деле это одно из самых важных событий уходящего года. По факту мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда Россия в следующем году громогласно объявит о своей победе в Сирии. И нужно сказать, в этом случае они будут правы. Кто бы сомневался, что агент Путина Дональд Трамп в последний момент поступит самым наиподлейшим способом. Что он, собственно говоря, и сделал. Гражданская война в Сирии началась в 2011 году с массовых выступлений против Башара Асада, как известно, диктатора, подавляющего свой народ. Президент жестоко подавлял не только демонстрации с помощью армии, но и занимался массовыми расстрелами. В результате часть вооруженных сил Асада перешла на сторону оппозиции и была сформирована свободная сирийская армия. Естественно, к оппозиции в первую очередь примкнули курдские войска. А если вы немного разбираетесь в анатомии этого конфликта, то Курдистан, давно борющийся за свою независимость, в первую очередь это кость в горле Турции. И с Турцией курды воюют уже длительное время. Сейчас в данном случае эта фаза была острой именно на территории Сирии. До определенного момента, осуждая действия Асада, Турция вместе с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами стали поддерживать оппозиционные силы, ту самую часть военных, отделившихся от Асада. Ну и естественно, Асад в этой ситуации стал просить помощи у Ирана, его давнего союзника. Конфликт приобретал все более четкие черты. С одной стороны Соединенные Штаты, Израиль, Саудовская Аравия и примкнувшая к ним Турция. С другой стороны Асад, Иран и через какое-то время, как и следовало ожидать, на эту сторону перешла Россия. Длительное время при поддержке Соединенных Штатов курдские войска и оппозиционные силы занимали один город за другим, освобождая территории от сирийской армии Асада. Все было неплохо и вот накануне решительного события, когда курдские войска пытались взять последний укрепленный район между Ефратом и Иракской границей, неожиданно Трамп выступает с заявлением о том, что Америка выполнила свою роль, что всех террористов перебить не удастся, пусть этим делом занимаются дальше Иран и Россия. На самом же деле Трамп предал не только курдов, находящихся там, но и оппозицию, но и своих союзников Израиль. Как сказали об этом сами курды, это был удар в спину. Турция последние месяцы продолжает переброску своих войск границам с сирийским Курдистаном. Что же мы читаем сегодня? Россия и Турция обсудили координацию своих усилий в Сирии в связи с уходом с ее территории американских военных. Об этом с удовлетворением заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве. По его словам, стороны достигли понимания, как военные представители на земле будут продолжать координировать свои шаги в условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии. Как мы понимаем, Россия, Турция и Иран под террористической угрозой подразумевают именно оппозиционные войска и курдских сепаратистов. В свою очередь турецкий министр иностранных дел Чава Шоглу отметил, что Анкара продолжит сотрудничество не только с Россией, но и с Ираном. Он подчеркнул, что Турция является страной-гарантом, а потому готова противостоять любым действиям, направленным на подрыв территориальной целостности и единства с Сирией. Если это перевести на нормальный язык, Турция начнет с Нового года свое наступление и окончательно перебьет остатки оппозиционных войск и, естественно, нанесет, может быть, смертельный удар курдской армии. Территориальная целостность Сирии будет сохранена, Турция с Россией и с Ираном могут праздновать победу. Поведение Трампа совершенно невозможно оценить как только подлое предательство. И если бы мы изначально не понимали, что господин Трамп – это банальный агент Кремля, то мы бы разводили руками. А так его поведение, его скоропалительные решения, отказ от собственной политики, начатый еще Бараком Обамой, уже никого не удивляет. Трамп в очередной раз сыграл на руку Москве. В следующем году Россия будет праздновать победу в Сирии. Россия будет праздновать победу в Сирии.